Мы читаем книгу Талмуды Сити Сферот, третий том, страница Таф Реш Хафтет, 629-я, пункт Лама Далев, 31-й пункт, серединный пункт, мы напоминаем, что можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Да, мы изучаем, как выходит парцуфим Мира Целут из Нецех Десага, сегодня мы уже дошли после Атика и Ари Хапина до Абаваима, после того, как были завершены Абаваима. 31-й пункт в середине. И после того, как завершили Абаваима де Ацелут, которые зад Хохме и Бины де Бон во всех фазах Ибура, родились в состоянии Рох Нефиш в результате свечения Рош де Ари Ханпен в состоянии Паним Бахор. И вот тогда поднялись Абаваима в виде Ман к Нукве Рош Ари Ханпен, который является Ахаб Кетара Бон. И этим стали причиной того, что Бина де Рош Ари Ханпен повернула Паним к Хохме де Рош Ари Ханпен, Паним Бе Паним. И завершили Зевук Хохмава Бина де Рош Ари Ханпен, Паним Бе Паним. И тогда пришло свечение Гар также и в Гуф де Ари Ханпен. После того, как появился Авиют в зад Хохме и Бины, поднявшихся в Ман, они вернулись на свои места в Гуф Ари Ханпен и вывели уровень Бина снизу вверх от Авиюта, в виде Авиюта. И имеется также уровень Хохма от Итлапшута. Также они находились в состоянии Паним Бе Ахор, как описано выше, для Атика и Ари Ханпен. А те, что не вышли на уровень Хохма из-за того, что Авиют Пхины Гиммл уже вышел Ари Ханпен в совокупности Ман, и не осталось в них ничего, кроме Пхины Бет. И Бина, который вышел на Пхину Бет, называется Новыма. А ступень Зад де Хохма и Бина называются Бон. «После того, как завершились Рош де Абавейма в виде Гар...» Еще раз. «После того, как завершились Рош де Абавейма на ступени Гар де Бина в состоянии Паним Бе Ахор, и пришло свечение света Рох Нефиш к Гуф де Абавейма, также пришло и свечение Ибура к Зад де Никудим. И это происходит, потому что у них есть отношение одного парцува Рош и Гуф со временем Малахим. После того, как восполнились Зад во всех фазах Ибура, родились и вышли наружу в состоянии Рох Нефиш. Итак, выяснились Рош и Гуф де Абавейма и состояние Катнута де Зон, где Ма де Зон — это свечение Ибура, полученное из Рош де Абавейма, считается Зад де Ма, а Бон де Зон — это Зад де Никудим. Давайте прочитаем снова. Оттуда, откуда вы начали? С того же места. И после того, как восполнились Абавейма да Целут, это Зад Хохмед де Ибура, Абавейма взял Зад де Абавейма да Некудим, а Зима взяла Има взяла Вад де Ма де Некудим, поэтому он говорит, что Зад де Хохмейбина де Бон, во всех фазах Ибура, и родились в виде Рох Нефиш, вот сейчас, в этот момент, потому что они относятся к Гар, а Гар Мера Целут родились сразу же в состоянии Катнут, то есть Ибура и Нека вместе. В результате свечения Рош де Ари Ханпин в состоянии Панимба Ахор. И вот тогда поднялись Абавейма в качестве Ман к Нукви де Рош Ари Ханпина, и она есть Ахаб Кетер Абон. И этим стали причиной того, что Бина де Рош Ари Ханпина повернула свое Паним лицо к Хохмеде Рош Ари Ханпина, Панимба Паним, и совершили Зевук Хохма и Бина де Рош Ари Ханпина, Панимба Паним, и тогда пришло свечение Гар, также и в Гуф Ари Ханпина. После того, как появился Авиют взад Хохмы и Бины, поднявшиеся в Ман, вернулись они на свои места в Гуф Ари Ханпина и вывели уровень Бина снизу вверх, в виде Авиюта. Имеется также и уровень Хохмы в виде Итлапшута. То есть Гиммельбет, Ари Шимот Гиммельбет, то есть то, что он сказал прежде, и совершили в застройке, совершили Зеву, Кохма Бина Рош Ари Ханпин, Панимба Паним, Панимба Паним, Панимба Паним, в каком свойстве они совершили Зеву, Книв. Ари Ханпин, что он сейчас делает? Что он порождает? Аббава и Аббава Има. Так на какие решимы он совершает Зеву для того, чтобы родить Аббава Има? Ну. Аббава Има. Какой уровень? Аббава Има. Аббава Има. Аббава Има. Но в чем они должны родиться? Гиммельбет. Гиммельбет. Это то, что она говорит. И совершили Зеву, Панимба Паним, на Решимот Гиммельбет, и тогда пришел Светгар, также в Гуф, Ари Ханпин. Это Ари Ханпин, тогда совершат Зеву, а после того, как проявился Аббава Иуд взад Хохмы и Бины, поднявшихся в Ман, они вернулись на свои места в Гуфе Ари Ханпина. Так поступает Решимот и вывели уровень Бина снизу вверх, Рош, от категории Аббава Иуд и имеется, как известно, также уровень Хохма от категории Лапшут, Гиммельбет Лапшут, и они также были в состоянии Панимба Хор, как описано, выше для Атика и Решимот Гиммена. А те, что не вышли в уровень Хохма, из-за того, что Аббава Иуд в стадии Гиммель уже выкачал Ари Ханпин из совокупности Ман для себя, и не осталось их ничего, кроме Аббава стадии Бет. То есть он отсортировал для себя, взял для себя Гиммельдарих, а уровень Бина, который вышел на стадию Бет, называется Новый Ма. Ступень Келимзад Дахохмай Бина называется Бон. И после того, как завершился Рошь Даба Вейма в виде Гарда Бина в виде Панимба Хор, пришло свечение света Рох Нефиш к Гуф Даба Вейма, и также пришло свечение Ибура к Задда Никудим. И это произошло из-за того, что есть определенные отношения одного парцуфа Роши Гуф со временем Малахим. Когда Ба Вейма и Зон Мир Накудим это Роши Гуф и поэтому здесь в мире Ацелут посмотри каким образом работает система альтернативным таким образом то, что они связаны вот там в Роши Гуф в мире Накудим сейчас это воздействует здесь в мире Ацелут таким образом штаба Вейма совершает Зивугим на себя они совершают порцию это влияет на решимый от Дезон тоже так же как и Гуф в отношении Роши конечно же не с той же самой мощью но это так воздействует то есть предыдущее объединение влияет сейчас на нынешнее состояние несмотря на то что это как бы не произошло это разбилось так почему же это должно повлиять почему это должно находиться здесь тоже и после того как завершились Зад во всех фазах Ибора родились и вышли наружу в состоянии Рох Нефиш так родился Зон и так выяснились Роши Гуф Деаба Ваима в виде Катнуту Дезон где Ма Дезон это свечение Ибура полученное из Рош Деаба Ваима считается как Зад Дема А Бон Дезон это Зад Денекудим Таким образом сейчас называют Мирный Кодим Бон Ацелут Ма Он собирается исправить его поэтому он является большим и все да понятно бояться спрашивать ну Моти что с тобой тебе стыдно Ну сделай нам одолжение Я не понял понятия уровней которые выходят в Рош Дарихан уровень и Тлапшут облачение О каком отрывке ты говоришь мы сейчас не говорили об Арихан Абаба Ваима когда Арихан совершил Зевук из них вышли Абаба Ваима но когда он сделал Зевук на Гемельбет да да ну написано вышел уровень Бина снизу вверх в виде Авиюта и Хохма как Итлапшут Хохма Итлапшут это Гимель Абиюта Бина это Бет потому что Решимот Гимельбет он так просто их называет он не хочет говорить Гимельбет он хочет подчеркнуть что это относится к уровню Хохма и к уровню Бина потому что говорится Баба в имя которое должны родиться поэтому он и подчеркивает что в Решимот у тебя все эти вещи есть я не хочу вас запутать Ламет Гимель Ламет Бет 32 пункт Слава Ари мы закончили 31 Орбними Итак Реф 32 пункт После того как мы выяснили что Атик Йомин Захар который возник в нем возник весь из кетера Нового Ма то есть Таамим Дема а Нуква в нем возникла из пяти первых кетера Дебон то есть Таамим Дебон а также из Гара Гар Хохме Дебон и из четырех первых Бины Дебон и семи Ктарим за Дебон Теперь мы выясним вопрос Ари Ханпина Так как десять сферот Захара имеющегося в нем все стали возникли из Хохмы Нового Ма который является Никудот Дема а Никва Нуква в нем возникла только из пяти нижних кетера Дебон распространившихся и ставших десятью законченными завершенными сферот в Нукве Снова Еще раз тридцать второй пункт После того как мы выяснили что Ати Кьемин Захар в нем возник из нового кетера нового Ма то есть Теамим Дема а Нуква в нем возникла из пяти первых кетера Дебон то есть Теамим Дебон и также из гар Хохмы Дебон из четырех первых Бины Дебон из семи кетеров Зад Дебон Мы сейчас выясним вопрос Ари Хампена так как десять сферот Дхура Захара в нем возникли из Хохмы Нового Ма которые являются Никудот Дема А Нуква в нем возникла из пяти нижних кетера Дебон распространившихся и ставших десятью завершенными сферот в Нукве Да, Даня что, непонятно? Он в предыдущем Орп Неми дал новые определения что такое Майбон Секундочку Ну не убегайте Нахожусь отношусь ли я к ним действительно как к новым определениям? Нет то что он говорит так и говорим А это Ацелут Бонд это Накудим Теперь что он сказал сейчас понятно Он очень просто выразился Ари Ханпин берет нижнюю часть кетера Мирана Кудим понятно Моше Ну хорошо Кетер Кетер изобразили как верхняя половина нижняя половина Кетер Мирана Кудим затем Абово Има Тогда у нас есть Абово Гар Де Аба Гар Де Аба Дар Де Има Зад Де Аба И Ват Де Има А также Малхуд Де Аба Малхуд Де Има Малхуд Де Има А Без А Без Этого Ну Хорошо Секундочку Мы ведь так делаем Малхуя Тоже Нужно убрать тогда Изад Да Ну Хорошо Ну Так Без Этого И Зон То есть Зайн Ктарим Семь Ктарим Изад Семь Нижних Эсферот Зон Теперь Помогите Мне Пожалуйста Здесь Вот у нас Атик Извините Здесь 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 Атик Арихан Пин Аба В Има Аба В Има И Зон Понятно? Ханох Ну Ну Хорошо Что Взял Атик Верхнюю Половину Кетера То Что Не Име Отношения К Разби Семь Ктарим Гарда Аба И Гарда Има Это Атик Он Все Это Берет И Исправляет Что Берут Аба В Има Арихан Арихан Берет Нижнюю Половину Кетера Это То Что Мы Сейчас Прочитали Что Берут Аба В Има Что Есть Аба В Има Аба Берет Зад Д Аба А Има Берет Ват Д Има И Зон Берут Семь Ктарим Зайн Ктарим Зад Дезон Извините Что Здесь Непонятного Все Идет Согласно Закону Подобления По Свойствам Понятно Кто Смотрит На Это И Не Понимает Ну Не Стесняйтесь Шапира Чего Ну Чего Ты Там Рожицы Строишь Понятно Или Нет Понятно Кому Нет Ниф Да Надо Только Понять О чем Не Нужно Запоминать Что Значит Ясно То есть Исполняется Закон Подобления По Свойству Не Не Нужно Запоминать Я Ничего Не Помню Вдруг Вот Так Что Может Быть С Атиком Что Может Подойти Ариханпен Если Атик Это Так То Для Для Него Подходит Так А Если Так То Это Так Это Называется Законом Подобления По Свойствам Ты Это Понимаешь Или Нет Я Могу Представить Что Такое Закон Подобие Свойств Но Не Понимаю Что О чем Говорит В Этих Мирах Твоя Проблема Что Не Понимаешь В чем Причина Природа Атика Иначе Если Ты Был На Его Месте Ты Выбрал Это Согласно Природе У У У У У У Вопрос Есть Такие Вопросы В разуме Ты Спрашиваешь Как Вот Это Так А Это Так Так Как Ты Свою Жену Выбирал По Подобие Свойств Смотрел На Не Ну Мне Это Подходит Почему Подходит Кто Смотрит На Другого Он Находится В таком Вопросе А Для Тебя Это Подобление По Свойствам Никто Не Может Знать Почему Все Это Проистекает Из Уподобления Решемот На Всех Уровнях Это Тоже И В Этом Тоже Есть Правда Ну Конечно Есть Еще Путаница В нашем Обществе Со Всякими Глупостями Голливуд И Все Прочее Как Мы Влияем Друг На Друга Но Согласно Природе Нет Никакой Проблемы Это Только Лишь Согласно Решемот Ну Хорошо На чертеже Которые Вы сделали Все Хессароны Которые Берет Никудим Ацелут Из Никудим Он Говорит Ариханпини Что Его Женскую Часть Он Берет Из Хохмедема Нового Ма А Ну Из Кетара А Захар Откуда Все Взял Мужская Часть И Выясним Понятие Ариханпина Где Слова Арии 32 Пункт Слова Ари 32 Да То Что Мы Прошли После Так Мы Говорили Что Атикьюмин Захар Который В нем Возник Вес Кетра Нового Ма То есть Тамим Де Ма Ануква Который Возник Из Пяти Первых Кетра Де Бон То есть Тамим Де Бон А также Из Гар Хохмы Де Бон Из Четырех Первых Бины Де Бон Из Семи Хторим Зад Де Бон Выясним Теперь Вопрос Ари Хан Пин Отсюда Ты Спрашиваешь Так Десять Сферот Захара Имеющиеся В нем Все они Возникли С Хохмы Нового Ма А где Это Чертеже Ари Хан Пин Это Хохма Десять Сферот Хуры В нем Стали Из Хохмы Нового Ма Да Он Взял Из Хохмы Он Ничего Не Брал Это Парцуб Который Родился Его Уровень Это Хохма Мира Целут Мы Ведь Говорили Что Иногда Мы Еще Не Говорили О Том Как Это Происходит Но Мы Говорили О Что Иногда Атик Это Кетер Ари Хан Пин Это Хохма Аб Вима Это Бина Азон Это Зон А Иногда Атик Ари Хан Пин Они Являются Кетером Аб 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 Это Хохма И Бина Азон Это Зон Мы Еще Выясним Когда Это Происходит Так И Когда Происходит Вот Так Я Уже Несколько Раз Говорил Об Этом Что Иногда Это Так Иногда Это Так Происходит Ну Такова Их Роль Но В любом Случа Потому Что Дети Сфирот Захара В нем Ари Хан Пин Полностью Из Хохма Тхура Захара Это Называется Ацелу То есть Он Справляет Нуку Из Хохма Дема Нового Маха Да Что То есть Некуда Дема Нуку В нем Происходит Из Семи Нижних Кетер Демон Распространивших Всех Ставших Десятью Завершенными Сфирот Еще Вопросы Все Да Юсеф Из Иерусалима Спрашивает Факт Что Ари Хан Берет Нижнюю Половину Кетера Означает Ли Что Было Разбиение Нет Если Все Так Разница Потому Что Было Разбиение Поэтому Есть Разница Между Малым И Большим Состоянием В Кетере Которое Все Так Заставило Б В И Вот Так Вот Окольными Путями Он Участвует Своей Нижней Половиной В Разбиении Да И Дой Спитах Текпы Спрашивает Почему Зонда Никудзим Не Десять Сфирот Когда Зон Являю Это Десятью Сфирот Только Если Мы Хотим Поговорить О них Как О Парцуфе Как Самостоятельном Парцуфе Но Это Не Важно Ведь Постоянно Это Десять Даже Зад Мы Говорим Семь Нижних Тоже Является Десятью Да Здесь Описываются Некие Процессы Перехода Из Никудзим В Мироцелут С Разбиением Посередине И Это Называется Ма И Бон А потом Есть Как Бы Перемена Названия Почему По другому Они начинают Называться Как Это С Нами Связано В Работе Я Вижу Что Мы Каждый Урок Повторяем Это Он Нам Постоянно Говорит Так Что Особенного В Замене Имен Нижний Справляет Высший Здесь Есть Особое Соотношение Между Нижним И Высшим Которые Когда Постепенно Сейчас Образы Правления Передаются В Руки Нижнего Когда Он Продвигается К тому Чтобы Быть Творением Пока Что Это Творение Это Я 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 Система Еще Не Важно До Развивения После Развивения Пока Что Всего Лишь Законы Скажем Вся Вселенная Пока Она Взрывается Расширяется И Вот Так Вот Становится Форматирует Себя Не Знаю Как Это Выразить Пока Не Развивается Стабилизируется 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 Ну Так Постепенно Все Продвигается Ко Все Более Более Сложной Форме Не Важно Это При Помощи Взрывов Разби Или Еще Чего Но Эти Более Сложные Формы Порождают В конце Концов Возможность Свободы Выбора То есть Что Утворения Нет Прямого Нет Прямой Реакции На Воздействие На Воздействие На Него Когда Он Как Кукла Как Любая Вещь Просто Закон И Все Но Здесь Есть Между Воздействием На Него Свыше И Между Его Реакцией Снизу Есть Неисправность Порча Это Именно Так Когда Когда То же самое Творение Может Исправить Когда При воздействии Свыше Его Запутывают При помощи Различных Проблем Так же Как Творец Говорит Иди к фараону Потому что Я Утяжелил Его Сердце Что Означает Утяжеление В сердце Это Путаница Потому что Если Все Понятно Это Не Утяжеление Тяжело Но Понятно Что Необходимо Натисил Реализовать Утяжеление Оно Постоянно Приходит В путанице И Не Знали С Кем Правда И Вот Именно Именно В этом В точке Нога В середине Хашмаль И так далее Неизвестно Что происходит И Тогда Нижний Может Добавить Собственного Света Сам Это Мы еще Должны Выяснить Как Это Все Таки Достигает Того Состояния Когда Записывается В качестве Его Заслуги Нижнего Здесь Есть Такая Вот Такой Комплекс Вокруг Которого Пока что Вот Крутимся Да Что Именно Произошло При Разбиении Когда Здесь В этом В этой Порче Начинается Исправление Здесь Просто Это Мироцелут Здесь Никаких Проблем Все Просто Есть Система Которая Строится Которая Исправляет Предыдущую Систему И в этой Системе Нет Никаких Проблем В ней Нет Собода Выбора Нет Ни ошибок Ничего Другого Все Что Было Упало И Хотя Падение Но Согласно Свойствам А Не Только По Уровням Авиюта Я Был Наверху Упал Ниже Всех Нет Нет Только Поэтому А Если Я Был Хесет А Тегвора А Он Нецех А Этот Ход Каждый Падает Нет По Авиюту Шорашали Каждый Падает И Согласно Свойствам В каком Свойстве Он Находился Вместе С Авиютом То есть В исправлении Системы Ацелут Есть Структура Которая Принимает В расчет С одной Стороны Авиют А с другой Стороны Свойства Это тоже Мне Не удается Выразить Но Будем Ближе Сможем Это Выяснить Это Очень Интересно Потому Потому Что Это Разбивает Нам Прямую Линию В отношении Нет Нет слов Ну Во время Разбиения Адама Решон Когда он Разбился Там Разбиение Другое Другое Только Миры А там Уже Настоящее Злое Начало Яцера Запутанность И как бы Нет законов И начинается Понятие Скрытие В исправлении Мира Никудим Нет Скрытие Все понятно Это Разбивается Так Это Разбивается Так То Приходит Свет Светит На все Кили Начинает Их Сортировать Они Сами Начинают Отсортироваться Не знаю Можно Так Сказать И Начинают Подниматься Внук Вода Целуют Оттуда Включаться В нее И Вперед Все Механически Закон Законы Света Соответствующие Законы Кили Тогда как Там Нет Там Как бы Появляется Дополнительная Система Сеть Я бы сказал Особая Сеть Находящаяся На Кили Разбитых Килим Которая Затушевывает Видение Для того Чтобы Они Захотели Получить Разум Творца А Иначе Останутся Иначе Останутся На уровне Живом Какая Разница Между Уровнями Живым И Говорящим Здесь Говорящий Находится На уровне Ну Он В большой Запутанности Он все время Ошибается И он должен Ошибаться И его Ошибки Это Включение В эту Сеть Которая Приводит Его К ошибкам Но Это Такая Особая Матрица Которая Специально Путает Его Чтобы Через Противоположное Он бы Научился Поведению Творца То есть Не законы Природы Не только Законы Природы Соответствующие Друг другу Света Икли А Характер Создателя Ну Ладно Продолжим Пункт 33 Да Так Ступень Захар Дариханпин Выяснена И поэтому Выясним Теперь Ступень Нуквы Ибо Это Та Которая Создалась Из Отбора Малахим Дебун Нужно Выяснить Действительность Этого Отбора И с ним Прояснится Так же Вся Совокупность Всего Ариханпина Захар И Нуква Потому Что Весь Ацелут Отбирается И Справляется Посредством Ибурим И Каждый Порцов Исправляется И отбирается Посредством Верхнего И более Высокому Чумон Порцов Так Посредством Соединения Взебуге С Нуквой Он Отбирал Части Необходимые Этому Нижнему И были Они там Внукве В состоянии Ибур 12 месяцев 12 месяцев И он Исправился Снова 33 Пункт Итак Ступень Захара Дариханпина Выяснена То есть Он Взял Хохму Хохма Де Ацелут Поэтому Выясним Теперь Ступень Нуквы Его Как Нижняя Половина Кетра Ибо Это Та Которая Создалась Из отбора Малахим Дебон Как Это Может Быть Он Взял Первую Нижнюю Половину Кетра Даникодим Как Он Говорит Из Выяснений Малахим Дебон Да И Нужно Выяснить Действительность Этого Отбора И С ним Прояснится Так же Вся Совокупность Всего Ариханпина Захара Нуква Потому Что Весь Мир Ацелут Отбирается Исправляется Лишь Посредством Ибурим Каждый Парцув Исправляется И отбирается Посредством Верхнего И более Высокого Шаман Парцува Так Посредством Соединения Взебуги Снуквой Ацелут Отбирал Части Необходимые Для этого Нижнего И были Они Там Внукве В состоянии Ибур 12 месяцев И он Исправился Ну Ладно Прослушали О том Что В Ацелут Был Ибур В 12 Месяцев Посмотрим Что Дальше 33 пункт Внизу Ор Пнеми И каждый Парцув Исправляется И отбирается Посредством Верхнего И более Высокого Чимон Парцува Как говорится Выше В соседнем Пункте Что Как ибур Так и Зевуг Гадлута Каждого Нижнего Происходит В его Высшем Так Два Зевуга Атика Произошли Врошь Асак А два Зевуга Ариханпина Произошли Врошь Датик А два Зевуга Абаваима Произошли Врошь Дарьханпин А зевуг Зон Произошел Врошь Дабаваима Как объясняется Выше С мотивацией И обоснованием Так Здесь Еще раз Мы Нужно Добавить Такую ремарку Добавочку Что Это Не в точности Так А он Как бы Так Ну Говорит По простому Не может быть Что был Какой-то Зевуг Порцов В середине Лестницы А не на всех Ступенях Лестницы Это понятно То есть Вся Лестница Не меняется Любое Изменение Может быть Только до Бесконечности Сверху вниз Или наоборот Снизу вверх Только так Может Это происходит Это должно Быть ясно Да И поэтому Если мы Говорим Что Атик Делает Зевуг С Ариханпином И Ариханпин Абаваима И только Ариханпин В этом Уже Не участвует То это В общем Только для того Чтобы Просто Облегчить Понятие Но в общем-то Все Порцов Любое Минимальное Движение Сдвигает Всю систему До Энсов Абсолютно Да Потому что Система Интегральная Это Понятно В общем-то Описывает Здесь Механизм Совершающий Исправление Как Этсула Здесь Совершает Исправление Мне это Непонятно И мне Непонятно А где Здесь Об этом Написано Он Говорит Что Каждый Порцов Исправляется И выясняется При помощи Более Высшего Чем Он Порцов Какой Механизм Справления Здесь Непонятно Это Неверно Не Знаю Ты В последнее Время Каждый День Ходишь На Уроки Как Ты Не Помнишь Решимот После Разбиения Что С ними Произошло Кто Их Разобрал Какие Бабушка С дедушкой Кто Решимот После Разби Нет Кто Их Взял Куда Они Сбежали Они Упали Вниз Упали Вниз А потом Поднимается Брош Исак Правильно Да Ну так Что же Ты спрашиваешь Кто Их Исправляет Рош Исак Он Выясняет Решимот Какие Именно Решимот Отбирает Подобные Подходящие Подходящие К кому К Какому Парцов Атику Атику Делает Зевук И Порождает Атик За тем Что он Делает С Решимот Со всем Что остается У него После Атика Спускает Атик Атик Производит Необходимо Ему Решимот Делает Зевук И Передает Ариханпен Ариханпен Выясняет Все Необходимые Решимот Порождает Абаваим И так До конца До Брия И цера До конца То что остается В сак Это называется То что остается В мешке Называется Левеевен Хорошо То что вы сейчас Описали Это как Парцифим Порождает Один другого Это и называется Выясняют И это называется Исправляют Почему это не Называется Исправление И остается Только Левеевен Каменное сердце И все Исправляют Все Что было В мире Никудим Кроме Левеевен Если бы Мир Никудим Знал бы Что невозможно Было бы Использоваться Левеевен Нельзя им Пользоваться Он Сделал бы То же самое Как в мире Ацелут Так для чего Разбивать Чтобы исправлять И делать То же самое Чтобы отобрать Левеевен Да Извините За мои вопросы Я знаю Механизм Когда Нижний Поднимает Ман К Высшему То есть Свою потребность Приносит туда И так далее Что этот хестерон Эта потребность Он может исправить Ее Высшим Кто тебе Рассказывал об этом Откуда ты это взял Здесь это не работает Но когда Где-то ты читал об этом Может неправда Все Здесь нет Ничего подобного Потому что Здесь мы говорим О выходе мира Ацелут Сверху вниз Существует Решемот Они не могут Поднимать Ман Ничего подобного Делать Саг их Исправляет Это саг По сути Спускается На уровень Ариханпинг Далее на Абвим Это все равно Сила бины Сила сага Все происходит Она только Облачается В Ариханпинг Затем В Абвим Затем В Зон И так Облачение На облачение Для того чтобы Порождать все новые И более нижние Дальше Мы в конце Второй колонки Когда Посредством Соединения В Зевуге С Нуквой Надбирал части Необходимые Этому нижнему Так говорится Выше В соседнем Пункте Все отборы Из содержимого Решемота Килим Дебон Произошли Посредством Зевуга Захара И Нуквы Высшего Порцува Когда К Нукве Высшего Поднимались Беру Рим Выяснение Относящиеся К ней В смысле Того что Было с ней На одной Ступени Во времена Мелахин Захар Высшего Исправлял Их В своем Свете Хорошо Дальше Тридцать Четвертый Пункт Наверху Слова Ари Так Атик Йомин Две его Составные Части Захара И Нуква Соединились Вместе В Зевуге И поднялись И подняли Пять частей Кетера Дебон Нижних Порцувим Что называется В Кабале Ман И сделали Выбор Среди Святов И среди Келим И были Там В состоянии Двенадцатимесячного Ибура И там И справился Ари Ханпин Снова Тридцатьчетвертый Пункт Наверху Получается Что Атик Йомин То есть Две его Составные Части Захара И Нуква Соединились Вместе В Зевуге И подняли Пять частей Кетера Дебон Нижних Порцувим Что называется Ман Сделали Выбор Среди Святов И среди Келим И были Там В состоянии Двенадцатимесячного Ибура И там И справился Ари Ханпин Да Об этом Ты хотел Спросить Нет Так Есть Здесь Ман Есть Ман Какой Ман Здесь Есть Написано В качестве Ман Выше Выше И все Выясняет И находим Что Атик Йомин Две его составные части Захара И Нуква Какие Две части В Атике Захара И Нуква Его Захар Это то что есть В Ацелуте А его Нуква Это верхняя половина Кетера И Никудим Так Дальше Две Два этих свойства Соединились И что с ними Произошло Сделали Зевуг Объединились Вместе Хесарон И Никудим И Силы Ацелута И что они сделали Когда они Совершили зевуг На какие Решемот И подняли Пять частей Кетера Дебон Нижних Была связь Это называется Гадлут Первого Первого вида Вы помните То что было В Никудим Когда Ахаб Де Кетер Никудим Поднимается В Гальгаль Тайна Кетер Никудим И теперь Сейчас Они делают То же самое Почему Потому что Это Наход В Решемот Мне Захотелось Я чувствую Что я Это Обязан Сделать Понимаешь Но Здесь Есть Что Такое Что Я Не могу Воспринять Происходит Что мы Сейчас Читали Скажем Это Называется Подъем В этом Выясняется Нечто Что Является Нижним То есть Если Это Подъем Если Был Зевук И там Есть Исправление Это Подъем Необходимо Подняться На более Высокую Степень Это Не Опускается Нет Где Говорится Про Архампен Говорит Что Было Выяснение Между Святами И Келин Секундочку Сделали Зевук И Подняли Пять Частей Кетера Дебон Нижних Парцуфов Нижняя Половина Кетера Подняли Наверх Как Там Было Первый Вид Гадлута В виде Ман Ман Который Ты Имел Ввиду Это Другой Ман Это Просто Хиссарон Включение Нижнего Выше И Сделали Выбор Среди Святов И Среди Келин И Были Там В состоянии Двенадцатимесячного Ибора То 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 Самая Нижняя Половина Кетера Которая Сейчас Включается Подняли До Нижней Половины Кетера Высшего И Выясняется Все Относительно Ацелута Этот Парцуф Который Сейчас Собирается Пародить Он Сейчас В состоянии То Что Называется Ибур Двенадцати Месяцев То есть Он Проходит Двенадцать Обновлений Форум Пока Не Рождается Хорошо Тогда Выясняется То Чем Я Не могу Использовать Что Не могу Использовать Для Отдачи Тогда Не Не знаю Что Он Говорит Там Был Установлен Ари Ханпин Да И Там Исправляется Но Не Исправляется Потому Что Он Подходит Или Не Подходит Он Исправляется Там Потому Что Это Его Место Ибура Верхняя Половина Кеттера Никудим И Атик Соединились Вместе Это Парцув Кеттер Это Чистый Кеттер Не Относящийся Никакому Разбиению Даже Близко Даже Там Первое Разбиение В нем Находится Он Берет Нижнюю Половину Кеттер И Думает Что Он Может Из нее Сделать Включает Ее В себя И Начинает Выяснять Из этих Выяснений Которые Он Делает Кеттер Делает Выяснение На Нижнюю Половину Кеттера Которая Уже Относится К нижним Как В четырех Стадиях Прямого Света У тебя Есть Нижняя Половина Кеттер Это Вообще Замысел Творения А Нижняя Половина Кеттера Это Как Я Задействую Замысел Творения То есть Сейчас У тебя Нечто Подобное Здесь От Замысла Как Я Перехожу К Действию И Тогда Они Строят План Программу Атик Захара И Атик Нуквы Объединяясь Вместе Выстраивают Программу Как Мы Сейчас Хотим Спуститься Вниз Потому Что Раньше Кеттер Никудим Взял Свой Ахаб И Бум Такой Большущей Трубе Выплюснул Весь Свет Бесконечности Теперь Не так Теперь Если Кеттер Атик Тхура Инуква Берут Тот Самый Ахаб Который Был Как Широкая Труба И Делают На него Зевук То есть Теперь С Разбиением Считаясь Тем К чему Это все Привело Как Сейчас Должна Выглядеть Система Которая Не позволит Свету Чтобы он Мог Привести К Разбиению Если он Будет Придет Вниз Как Нужно Все Фильтровать И Поэтому Сейчас Рождающийся Порцов Ари Ханпин Он Очень Сложный В нем Есть Внутренняя Часть Внешняя Часть Которая Называется Саарот Дословно Волосы Есть Подразделение По уровням Кроме То есть Он делится Кроме Того Что Внешний И Внутренний Внешний Моха Да Вера Крома Да Вера Моха Достема Различные Структуры Врож Что такое В мозге Моха Это Хохма Она Измеряет Тебе Что Можно Что Нельзя И Насколько И Даже Не Хохма Это Только Бина Когда Бина Придет В хохму И Выберет Из хохмы Немножечко Внесет В себя Знаешь Как Ну Как Называется Когда Что-то Внутри А снаружи Оболочка Пирожки Наверное И Таким Образом Может Передать Это Вниз Я Буду Пользоваться Таким Словом То есть Структура Очень Сложная И Сейчас Мы Начинаем О ней Говорить Да Можно Сказать Что Здесь Есть Вот Это Новая То Что Здесь Есть Методика Выяснения Она Требует Того Чтобы Было Захар И Накива Без Ацилута И Никудим Не Может Быть Берура Они Должны Быть Вместе Да Какой вид он выходит Ведь Внуква Это Алиф А Захар Это Шорош Мератилут Шорош Это Нуква Нет Никаких Проблем Если Есть Большой Хессарон То Ацилут Может Все Предоставить Ацилут Вообще Он Передает Все В Ацилуте Есть Возможность Предоставить До Нуква Дедали Тавиюта Только Чтобы Было Если Правильное Желание Он Берет Желание И делает На него Зевок То есть Алиф Выходит На Алиф Да Конечно Итак Все Порцов Ацилута Мы Это Из-за Того Что Они Соединяются С Никудим Они Становятся В Алиф Да Пожалуйста С Добрым Утром Раф Вы Можете Ле Объяснить Ребенок Который Находит Своими Старшими Братьями Он Все Тянет Их Назад Хлопает Насколько Назад Что Такое Арихан Здесь Я не Понимаю Не Понял Арихан Пин Атик Объясните Пожалуйста Если Вы Можете Что Такое Арихан Пин Атик Да Я Знаю Что Шор Алиф Бет Гим Альдалит А Сейчас Слышу Другие Вещи Арихан Пин Атик Но Это Одно И То То же Самое Ты Помнишь Мы Учили Это Начальная Точка Ю Потом Сам Ю Гей Первая Гей Здесь Ваф И Нижняя Гей Вот так Мы Мы Это Все Делим Как Возникли Эти Названия Атик Название Арихан Пин Атик Имя Название Отслованные Так Оторваны Оторваны От разбиения Происходящего Внизу То есть Будто Бы Здесь Внизу Есть такая Проведена Линия Такая Большая Ниже Которой Его Он Не Появляется Он Находится Выше Всего Вот Так Вот Только Наверху А Арихан Пин Анпин Это По ним Лицо Дословно По ним Лицо Это Хухма Свечение Хухмы Там Где Нет Это Белое Там Где Нет Волос Это Свечение Хухмы А Арих Длинный Продлин Удлиненное Такое Длинное Лицо Вот У кого Например У него Бернштейн Где он Там А Йов Ну да Да Такое Длинное Лицо Вот Абавима Это понятно Папа и мама Это все Ясно Ну а Зон Зерампин Это уже Маленькое Лицо Подобно Арихампин Ну только Маленькое В данном Случа Ну и Нуква Это Хиссарон Скажите Зачем нам Все Эта Путаница Нужна Для чего Нужна Мы Здесь Вместе Это Наша Душа Часть Того Что Ты Как ты Живешь И существуешь Ты переносишь На этот мир Что тебе будет С того Что ты сейчас Учишь Я не знаю Но Часть Твоего существования Ты берешь Как бы Она находится В другом месте Так ты его изучаешь Спасибо Ну знакомься пока Когда Попадешь туда Тебе будет все знакомо Паша из Москвы Спрашивает На каком На основе Чего Адик Выбирает Все Согласно Уровням И решим От Ничего Другого Здесь Нет Закон Уподобления Свойств Даже Даже Не вдаваясь Точно В этот вопрос Я могу Сразу Ответить Это будет Правильно Святая Килим И экран Между ними Мера Уподобления Возможного Да Он Спрашивает Какое Свойство Определяющее Атик Ариханпин И Абаги Майзон Все Ты знаешь Я должен Выкручиваться Все Это Парцуфы Которые Выходят На Разбитый Решемот И все Они Из-за Того Что Они Были Частью Разбияния В них Есть Стремление Как Можно Скорее Справиться Потом Мы Будем Говорить Сейчас Уже Нет Времени Больше Эта Сила Находится Во всей Эволюции Вообще Часть Всего Развития Все Кто Проходит Разбиение Именно Они Хотят Вынести Пользу Этого И Из-за Этого И Подняться Над Разбиянием Перейдем К Следующей Части И Своем Месте Песня Мы Желаем Часть Своем Времени Принки Своим Времени Подняться Эта Времени Своем Времени Своем Времени Своем Времени И Своем Правитель Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok